Галин, что там спрашивали про Дашу с ее школой? У нас очень популярное видео и периодически оно попадает в какие-то топы и какие-то люди приходят. Я это вижу по количеству комментариев. В основном процентов 90 комментариев про то видео, что нечего про школу рассказать, кроме того, как там кормят. Вы задали такие вопросы, она так и ответила. На самом деле про школу рассказывать очень много, очень много того, что отличается от российских школ. Может вы расскажете? Я начну рассказывать. Вы знаете, мы тут столкнулись с очень очевидным отличием. Мы решили забрать ребенка и продлить лето съездить в Майами отдохнуть на две недели. Да. И пришли в школу с мыслью, что я сейчас напишу заявление и мы поедем. Нам сказали, а вы знаете, если вы пропускаете больше семи рабочих дней обучения, мы вас исключаем из школы, вы обязаны будете идти в свой дистрикс, объяснять причины, почему вас не было и с вами проведут беседы, выяснят, почему ребенок не посещал школу и потом вас отправят в школу, в ту, в которой есть места. У нас уже мест может не быть. Такой вопрос. Значит, откуда они знают, например, ребенка увезли куда-то или, например, он приболел? Вот что случается, когда ребенок приболел? Как школа знает? Когда ребенок приболел, нужно звонить каждый день и потом принести справку от врача, если ты отсутствовал больше двух дней. А вот все-таки врач пишет справку? Да, врач обязательно пишет справку и только с этим. Я читала, когда вот мне отказали категорично в школе, мы пришли и прочитали закон именно калифорнийские обучения. И там написано, что если ребенок не посещает школу систематически, родители, которые не могут заставить его посещать школу, могут оштрафовать от 500 долларов до 2000 долларов. И плюс, если это не помогает, отобрать ребенка и посадить родителей, не знаю, обоих или нет, или одного, на год в тюрьму. Прямо уголовная ответственность. То есть, как за нарушение закона о всеобщем образовании? Да, что вот вы не можете так следить за своим ребенком, чтобы он посещал школу. То есть, может, вам и ребенка не нужен тогда? Да, да, вот как-то вот. Хорошо, вот это такое отличие. То есть, нельзя просто так прийти, и учителя говорят, конечно, изжайте. Вот, очень серьезно, и нам пришлось окрашиваться. Хорошо, что в те недели, которые мы собирались ехать, был общий праздник, были выходные, поэтому мы вписались в разрешенное, и нам дали с собой большое домашнее задание. Даша сидела и каждый вечер после пляжа делала... Все-таки разрешилось, как бы, в вашу пользу. Да, в нашу пользу, но это разрешил только директор, уже после личных собеседований. После того, что мы посмотрели, что в прошлом году у нас не было ни одного пропуска, мы как бы все рассмотрели наши кандидатуры, мы разговаривали, они поняли, что вот, ну, безопасно отпускать. Хорошо, а что еще? Какие вот есть кардинальные отличия? Еще кардинальные отличия – организованность самих детей, как организовывают детей. Перед началом учебного года нам сказали прийти, что будет собрание. Собрание с детьми... Родители и дети? Да, родители в это время покупали спортивную форму, разговаривали между собой и для детей. Я знаю, в школе покупали? Да, вот спортивную форму мы купили в школе, потому что их школа выступает на межшкольных соревнованиях, что у всех была одинаковая именно с логотипом. Понял, то есть для них изготавливают? Да, для них изготавливают, это там по 10 долларов, это не какие-то большие деньги, просто чтобы они были одинаковые. И я пришла в школу, отпустила Дашу к детям и очень удивилась, что все собрание было организовано детьми, для детей. И у нас нет high school в нашей школе, это дети, которые на 2-3 года всего лишь старше. Они с ними занимались, они вспомнили все правила, которые нужно соблюдать. То есть волонтеры такие? Ну да, эти же ученики, просто старшие, они вот с ними занимаются. В форме веселые, такое, они правила вспомнили все, которые в школе нужны, потом их разделили на группу, очень, опять же, спокойненько, они были зарегистрированы, и на бэджик написано буковка. Вот буковка А пошла туда, буковка Б пошла туда, разобрались на маленькие группы, дети их разобрали, пошли знакомить со старшей школой по кабинетам, они с ними играли, были забавные конкурсы. Никто никуда не разбегался, никаких взрослых за ними не ходили, не следили. Я единственный взрослый, который ходила и снимала, я люблю поснимать, поинтересоваться, еще потом выложить. А можно деток снимать, разрешили вам? Я не деток, я снимала классы, снимала деток, я стараюсь не снимать, на всякий случай. Нет, не детей. И увидев это, что я хожу за Дашей, уже на каком-то там классе очередном, подошел педагог, сказал, говорит, вы боитесь ее оставить? Она нуждается, чтобы вы были? Я говорю, нет, мне сама интересно. Она говорит, ваш интерес, пусть будет чуть-чуть подальше, дети сами разберутся. То есть рядом взрослых не было. И дети не разбегаются, не кричат, никто не занимается чем-то посторонним. Они все увлеченно, одни увлеченно рассказывают, другие увлеченно слушают. Так я когда Дашу спрашивал там про питание, я почему ее спрашивал, потому что очень многие зрители говорят, говорят, что детей травят, что они как-то нездоровая пища и так далее, и так далее. Я думаю, для удовлетворения того интереса, который проявляется в комментариях, вот я ее и спрашивал. Но вот, не помимо питания, с точки зрения родительской, да, вот то, чем их кормят, там здоровое более питание или дрянь, или приходится с собой давать, как вообще родители решают вопрос? Родители решают по-разному, потому что школа многонациональная, китайцы дают национально свою еду, индусы свою еду, а в школе кормят американской едой. То есть могут дать пиццу, могут дать гамбургер, но этот гамбургер будет с хорошего хлеба, с хорошим мясом, и не такой вот даже как в Макдональдсе, что куча кетчупа, куча... Нет, вот совершенно, и нам рассказывают, что входит в состав этих продуктов, это меню все обсуждается, вывешивается, присылаются письма, чтобы, не дай бог, ребенок не съел на то, что у него аллергия, все очень-очень такое вот. Но вот я тут прочитал на днях где-то, что принят закон калифорнийский, чтобы не давать детям картошечку и пиццу, и что-то вот прям вести запрет в школах. Ну, картошки нету, кока-колы нету, сок, молоко, вода. А соки есть? Единственное, что соки есть, но все очень холодное, ледяное, прям оно стоит в баках со льдом. То есть ты достаешь в маленьких пакетах сок, я, например, его не могу пить, потому что мне же зубы сводят. Они пьют совершенно нормально. У нашей Саши, которая тоже в шестом классе, вот у них в школе только молоко и вода, там соков вообще нет, все-таки это сахар уже. Нет, это самое, соки кислые, Даша вот их не берет, потому что они с малым содержанием сахара. Яблочный, вот такой вот, или разбавленной водой, которая не натуральный сок, а вот, ну, меньше. То есть вы как родители не переживаете, что не тем накормят? Ну, ни разу не было такого, чтобы ей было плохо после школы, и я вижу, что это все свежее. Я очень часто бываю в школе, я захожу и хожу по школе, я вижу, что они едят. С точки зрения вот родительской, в сравнении, ну, как бы отношений между детьми, между родителями, между учителями и детьми, есть что-то такое? Ну, вот, я не знаю, многие люди жалуются, что дети ходят в школу, допустим, в отечестве, да, нерадостно, что их там могут убежать, могут дразнить, могут там что-то, я не знаю. Разница очень разительная. Я сама была из тех родителей, которые не жаловали школу как раз из-за того, что там в российских школах запросто можно прикрикнуть на ребенка. Это, опять же, класс делился на умных, неумных, хорошо учащихся, нехорошо, толстых, худых, высоких. Всегда находился какой-то дефект у ребенка, по которому могли даже учителя на этот дефект давить. А вот дефект в виде родителей, которые там не делают подношения, есть такой дефект? Да, сто процентов. Даже вот в классе у Даши Даша приходила и жаловалась, говорит, вот мне поставили четверку и не дают ее исправить. А мама, которая в родительском комитете, которая дружит с учительницей, которая, ну, она, правда, активна, она много помогает. Ее дочке не то, что делали поблажки, но она круглая отличница. И вдруг, если что-то у нее неправильно, ей давали шанс это исправить. И Даша, приходя из школы, она говорила, почему вот опять ей можно, а вот мне нельзя? Я говорю, Даша, потому что ее мама заморачивается на пятерках, а мне вот вообще все равно. Мне твои знания важнее. Пятерки, четверки, тем более оценки учителя, которые вот... Она сегодня, Даша, сегодня, у нее есть какие-то профессиональные устремления? Или она просто вот растет в себе и так как-то вот в целом растет? Она хочет быть доктором или, я не знаю, программистом, как папа? Ну, вы спросите у нее. Да, ну вот с вашей точки зрения. С моей точки зрения она хочет быть красивой. Ну, это, я скажу, неплохо. Ей удается, кстати. Она очень следит, как она эффектно выглядит, как она... Ну, вот начала именно следить за тем, как повернуть голову, как сказать, как одеться. Вот это сейчас у нее... И без того, чтобы, допустим, интересно, как мальчики отреагируют? Сама по себе, для себя? Для себя и программирование, которое учит, ей интересно, потому что она может прийти домой и попробовать это сделать на компьютере. Ее это увлекает. Не в школе учат. Не в школе учат. Да, то, что вы с репетитором. С репетитором. Дома она очень много читает. Ну, читает еще на русском. Да. Без книги она никуда не ходит, никуда не ездит. Если в дорогу книга... Ну, такая наша советская правильная девочка. А знаете почему? У нас не телевизора. Так. У нас Даша не играет в компьютерные игры и не сидит за компьютером, если это не задание домашнее, не что-то. И ей же нужно чем-то заняться. Ну да. Она... Нет, ну вот Тимати она знает. Где-то она музыку берет там. Ну, Тимати... И я слушаю Тимати иногда. Мы включаем... Мы можем включать музыку как фон. Угу. То есть это не как телепередача смотреть клипы, а как фон, чтобы дома было повеселей. А друзья у нее есть какие-нибудь? В школе... У нее сейчас поменялись друзья, потому что каждый год в школе меняются классы. Угу. И с теми, с кем она дружила в прошлом году, в другом классе. И сейчас появились новенькие. Я смотрю со стороны, кушает, она за столом с девчонками весело, активно болтая. Но ходить друг к другу в гости... Только мы с русскими так дружим все-таки. Американских друзей, таких, чтобы мы дружили, как вот мы привыкли в России. Да, если дети дружат и родители там где-то встречаются, на праздники друг друга приглашают. Мы еще не настолько вот влились в эту систему, да, чтобы... Она с ними дружит только в школе. Потом говорит, можно я пойду туда? Я говорю, да, что ты знаешь? А я не знаю, как туда ходят. Далеко, может быть. Я не знаю, как вот, что принести. Хотя ее звали, она ходила на дни рождения. Конечно, обычно на дни рождения они снимают какое-нибудь помещение. Да, да, да. Там собираются дети. Стальки до стальки и с ними там занимаются. Ну что же, хорошо, ладно, будем теперь Дарью допрашивать. Вы знаете, я еще хотела сказать какую тему, что в классе никто не знает, как учится, например, его ребенок, если он не расскажет об этом сам. То есть нет деления, ты глупый, ты умный, ты двоечник. Все оценки, которые им ставят, видят только родители, сообщают это только родителям. В письменном, в бумажном таком конверте? Есть час электронный и в конверте. И в конверте, приходят в конверте, и ты можешь посмотреть. И если, например, ребенок плохо отучился год, его могут оставить на второй год, но его никогда не оставят в этой школе. Его переводят в другую школу, и он там приходит в класс, и люди не знают, что он второгодник. Вот у нас, если кто-то когда-то был второгодником, все это клеймо пожизненное. Да. Пожизненное, что и уже ребенок никогда не выберется от этого имиджа, что он хулиган или двоечник, или еще что-то. Три года в пятом классе. Ну, так мало того, если у тебя был брат двоечник, тебе будут говорить, а вообще вот брат двоечник, или там наоборот. Вот мне все время говорили, а вот твоя сестра такая умница, такая умница. А я думаю, ну я-то не сестра. А у меня брат поступил на Мехмат МГУ. Да? Старше. На семь лет старше. И я вот пока в школе учился, мы в одной школе учились. Вот. И я все время ходил вот в ореоле Славы. Там брат говорит, что это что? Портнов, что брат того самого? Да. И вот, да. Они ярлыки вешали. Ярлыки очень сильно. И хорошие, и нехорошие. И если ты в этом районе долго живешь, и еще родители, и еще, а вот отец пьяницы, или брат пьяницы, а кого-то если где-то посадили, мы все знали. И вот на этом уже у ребенка не было шанса с этого соскочить. Только если переехать куда-то, пойти в другую школу, или там из школы уйти в технику. Многие же в школе учились плохо. У меня, это самое, наш старший сын в школе учил совершенно посредственно, а институт закончил с красным дипломом. Он говорит, потому что в школе с этими учителями, говорит, ты даже и не хотел. Ну, в институте все-таки у тебя сужается спектр того, что ты изучаешь. Допустим, если ты технически хорошо идешь, а тебя заставляют там литературу, историю, там еще что-то, и тебе не нравится. А в наше время эти дисциплины, они еще были такие продажными, то есть там надо было еще и в этом тоже преуспеть. Там и Ленина мы читали, и Маркс с Энгельсом изучали, и в общем, ой, не дай бог. Вот поэтому разница большая. Мне здесь очень нравится образование, мне очень нравится отношение к детям, мне очень нравится, как дети относятся к школе, у них есть чувство ответственности, у них есть чувство интереса. Вот как быть с тем, что очень-очень многие люди говорят, вот они только приехали, первое, что они видят, вот раз ребенок пошел в школу, и они говорят, боже, говорят, они там в седьмом классе учат математику, которую мы проходили в третьем, или там, то есть вот как бы не доучивают американские школы естественно научным дисциплинам. вот есть такое? Здесь очень большой выбор школ, и если родители заинтересованы, чтобы ребенок знал математику или естественные науки какие-то, или еще что-то, он может выбрать школу, где будут учить именно это. В общем, школа обычная, да, учит человека быть свободным американцем, думающим, и с правом выбора, хочется быть дворником или садовником, никто не будет тебя пинать, ты будешь спокойно помогать своим родителям. Вырастешь дворником будешь? Ну а у нас же всегда вот так. Ну да, конечно. А если они хотят вырасти и стать космонавтом, они могут идти к этому, и даже эта школа обычная даст нам эту возможность. Детями занимаются, если они хотят дополнительно, у детей смотрят их таланты и не разбрасывают на все предметы, не спрашивают, вот как вот вы говорите, и математику, и литературу, и географию, все. Выбирают профиль, и они идут. Вот даже уже на уровне шестого класса? Даже уже на уровне шестого класса. Вот мы сейчас выбрали дополнительные уроки. Какие у вас? Даша выбрала программирование и выбрала музыку. Очень мы, не то, что мы прям музыкальная семья, просто мы решили, что для общего развития музыка бесплатная. Это шикарно. Вот она будет выступать, ходить вот по парадам, знаете, здесь как парад, каждая школа идет. Конечно. Так на чем она будет там? Флейта. Ааа. Мы ее уговаривали на барабан, но что-то на барабан. Ну нет, флейта тоже хорошо. Да. То есть они будут такие marching bands. Да. В прошлом году она училась на флейте просто для общего развития. Сейчас ее отобрали, сказали, что есть... Ну... Вот здесь Санта-Круз, пару кварталов отсюда. Я несколько лет назад снимал, когда со всей Калифорнии съехались вот эти marching bands. И они тут ходили там несколько десятков. А как красиво! Очень шикарно! Они еще в этих мундирах гусарских таких, с перьями там. Да, да, да. И мы тоже ходим в каждом городе, когда есть такой праздник. Мы в Фейфсбуке, я, ну, мероприятия, я тебя отмечаю и мы обязательно их посещаем. Очень красиво, да. Ну, спасибо, да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok